В эти минуты в Брюсселе открывается экстренное заседание стран ЕС. Главным вопросом этой встречи является поиск пути решения кризиса с беженцами, продолжающийся в ЕС уже в течение четырех лет. Проблема обострилась после недавнего отказа Италии и Мальты принимать у себя мигрантов. Подробности у нашего собственного корреспондента в Бельгии Жанат Эрнст. Ожидается, что в сегодняшнем неформальном мини-саммите ЕС примут участие около 16 государств Европейского Союза. Основной темой встречи станет решение миграционной проблемы, которая является настоящим яблоком раздора в последнее время в решении этого вопроса. Тема кризиса с беженцами будет ключевой и на предстоящем общеевропейском саммите ЕС в конце июня. Во встрече не принимают участие страны Вышеградской четверки. Это Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, которые являются ярыми противниками. Распределение квот для беженцев. Ожидается, что именно с этой идеей на саммите собирается выступить глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который еще в 2016 году говорил о том, что если бы все страны ЕС прилежно исполняли все положения Дублинского соглашения от 1990 года, то и сегодняшних проблем с распределением квот для беженцев в Евросоюзе бы и не было. Известно, что французский президент Эммануэль Макрон вместе с президентом Испании приезжает на саммит с предложением о создании так называемых закрытых центров для беженцев. Я здесь по приглашению Жан-Клода Юнкера, чтобы обсудить с другими странами ЕС проблемы миграции и ответить на вопрос, сможем ли мы в ближайшие дни заключить двух- и трехсторонние соглашения по преодолению миграционного кризиса. Речь идет, с одной стороны, о первичной миграции, то есть о беженцах, пребывающих через внешние границы ЕС. И поэтому большой темой станет их защита и сокращение нелегальной миграции в Европу. Во-вторых, речь пойдет о вопросах вторичной миграции. Как мы справедливо и честно будем обходиться друг с другом внутри ЕС, в шенгенской зоне. Как мы можем добиться здесь разумного распределения. Ожидается, что неформальный мини-саммит ЕС будет продолжаться до конца сегодняшнего дня. Об его итогах мы расскажем вам в наших следующих выпусках.